всем привет всем здрасте дорогие друзья с вами кисели в этом видео будем с вами разговаривать касательно огнемета и топлива для этого огнемета как это использовать как это производить и вообще есть ли смысл в использовании этого потому что есть много различных так сказать нюансов у нас есть как бы автомат дробовик ну и так далее ну что ж друзья с вас как всегда лайк подписочка колокольчик осмя контент поехали начнем давайте с самого огнемета в чем его собственно прикол он делается в кармане и материалы 5 стальных балок 1 железная шестерня это вообще просто ничто по сравнению с тем то что мы здесь строим какие тут бывают рецепты поэтому делайте просто одну штуку в кармане собрав эти ресурсы железная шестерня делается у нас собственно из железной пластины в вот этой вот штукенции под названием сборочным автоматом завод а непосредственно уже сама стальная балка это просто сейчас покажу вот тут рядышком есть такой момент мы просто берем и тащим уголь вместе с железной пластиной и пихаем это в печь если печь электрическая то нам угол естественно не нужен поэтому никаких проблем я тут не вижу чтобы дальше говорить о массовом производстве потому что нам нужна одна единица а вот теперь что касается топлива для огнемета тут немножечко не все так просто смотрите эта штука делается у нас на химическом заводе то есть нам нужна стальная балка и сырая нефть то есть нам придется тащить это дело от нефтянки сейчас я покажу как это будет выглядеть на примере вот берем пожалуйста раз штука два штука выставляем то что мы хотим здесь сделать после чего нажимаем shift правой кнопкой мыши и суда левой кнопкой мыши и вот пожалуйста далее мы видим то что нам нужно подвести нефтянку ведем ее таким вот образом естественно от того где она тут у нас имеется и так дальше проводим после чего обычные трубы естественно далее смотрим как раз таки стальная балка что нам нужно нам нужен один подземный конвейер вот так его введем ну и собственно дальше можем также наращивать производство путем того то что здесь бы стоять еще завод ну и так далее все это дело продвигаем и это у нас все делается и выводится на один конвейер это дело можно аккумулировать в скажем каком-нибудь там ящики и никаких проблем но давайте все таки построим на самом деле это обидно то что в кармане это не сделать потому что те же самые крупнокалиберные снаряды и болин артиллерийские снаряды можно сделать в кармане да и ракеты тоже но это что-то как-то ну нечестно немножечко ладно бежим к нашей нефтянки и пытаемся нам что-то поставить потому что тут у меня место что-то уже маловато ну вот такой вот маленький чертежик у нас получается и в принципе надо бы побольше потому что возможно повторюсь возможно но не точно вы захотите использовать себе на постоянной основе огнеметную турель нам окне вернемся естественно попозже так вот у нас есть огнемет у нас есть топлива дать смотреть он может то есть ну как вы можете заметить довольно большая площадь конечно не такая дальность как скажем у обычного пулемета либо скажем танка ну и так далее но все равно прикольно давайте посмотрим загорит ли все это вспомнился почему-то старый far cry не нормально так кидает слушаю плюс в том то что урон постоянный то есть в один раз его наносите и он со временем горит 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 и горит против кусок должно быть неплохо по идее дальность у него 15 у обычного автомата 18 слышно на разгорается и матчатах веселей лес посру да неужели интересно загрязнение от этого сильно повышается блин прикольно можно в принципе таким образом расчищать место под постройку и интро зидное дело гранаты были интересны весь сгорит или нет да уж неплохо неплохо кстати вот вам такой момент постройки повреждаются королевом с ними пожар я вот даже не знал об этом если честно сейчас все дело мы починим и все будет хорошо было неожиданно неожиданно кстати такой нормальный урон насколько на две клетки на 4 он кидает ее мощно мощно ничего не скажешь но на следующее видео у нас уже будет про танк потому что там мы будем использовать все вместе и крупнокалиберные патроны и обычные патроны для пистолета пулемета вот этот который у нас есть самый первый и собственно огнемет а давайте собственно посмотрим цифры прежде чем идти и проверять дело на кусаках смотрите если обычных патронов имеется просто урона обычный плюс но еще дополнительный если здесь то же самое у дроба шейтам другое тут еще другую крупнокалиберных то огнемета ребята тут прям смотрите размер области все-таки два с половиной четыре то есть одна клеточка сюда смотрите вот тут будет и вот так вот это все дело будет прогреваться неплохо давайте дальше смотреть продолжительность действия 30 секунд то есть один раз вот так вот вернем и по идее это должно гореть 30 секунд то есть можно делать ну грубо говоря защитную стену что-то вроде этого наверное ладно нифига не 30 секунд кстати так дальше 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 урон 100 с плюс 160 секунд огонь скорость передвижения уменьшается когда кто-то горит урон 60 секунд 696 огонь создает 1x огонь время существования 2 секунды а вот 2 секунды урон 13 плюс 20 и 8 а тут у нас по урону то гораздо более симпатично ну ладно сейчас он сделается на сохранении где имеется кусок и сейчас говорю про топливный элемент и мы идем тут вот наверху этой базы как раз имеется это кусок нормально давайте посмотрим чего у нас получится мысли честно по этому поводу нет чисто сейчас на примере посмотрим учитывая эволюцию этих кусок довольно неплохо и как раз такие когда они подходят на расстояние выстрела ну или же плевка они огребают от огонька это хорошо и как видите урон поддерживается то есть маленькое попадание и улей разваливается так главный час самому не подпалиться если вот мы один раз стреляем и он спокойненько догорает в плане обороны довольно неплохо можно использовать ну можно сказать я рад ой какой жирный слезняк вылез с моря догорит или нет или еще раз придется мы в него один раз кстати выстрелили и он продолжает гореть а нет нужно еще разок ну ладно не страшно о ей о ее час неприятно может быть все отхилимся попробуем пройти дальше друзья мои если пройти на кусок не забывайте про рыбку довольно полезная штука смотрите выводите ее скажем ну вот сюда очень полезно ладно идем дальше что у нас тут есть не на принципе базу вытащили тут их вроде даже поменьше наверное ну приятнее же чем пистолет чем пистолет чем автомат когда на вас летит куча то когда вы стрельт из пистолетов получает урон тот на кого вы наводитесь а так все кто на вас летят по направлению движения на вас вот по огню получают урон по моему это гораздо более симпатично и учитывайте еще то что можно сильно бафнуть урон так давай 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 Только расход такой нормальный Хотя нет, расход помедленнее все-таки Чем у тех же пистолетов-пулеметов Ну вот он догорает, даже добежать не успевает Блин, это кислота Вот эта вот мокрота меня бесит, если честно Ну давай, догорай А вот в плане увеличения урона По идее, по идее Мы можем бустить себе Видите, значок бесконечный Значит, мы можем бесконечное количество раз После запуска ракеты Себе дело прокачивать Но мы можем делать как с огнестрельным уроном Как с лазерным, собственно И как с топливом Но прикол то, что здесь мы получим бонус в 40% Здесь на 70 Ох, слушай, тут серьезный бонус А тут у нас 20 и 20 Ну такое Ладно, к этому вопросу вернемся, когда будет обзор на огнеметную турель Она стреляет подальше и поинтереснее, чем обычный огнемет Ну точно такая же разница, как между пистолетом-пулеметом и турелью А у меня на этом все, друзья Всем спасибо, что смотрели Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик В описании под видео будет ссылочка на плыве Со всеми видео касательно фактория Там видосиков, наверное, 70 Много чего интересненького Там уже рассмотрено И много чего еще предстоит Также будут ссылки на другие плейлисты По другим играм с этого канала Допустим, моя основная игра На данный момент это Light Dangerous Хорошенький космосим, рекомендую Там где-то 391-392 видео В общем, полный фарш Также плейлист по киберпанку Там и прохождение, и поиск шмоточек, пушечек, сетики Ну и все такое прочее Еще Вальхейм, прохождение различных ужастиков Там тот же самый Resident Evil Village новый Ну и так далее А еще Джиншин Импект Да, я в него тоже играю Также будут ссылочки на социальные сети Такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер И Телеграм-канал Где публикуется информация о выходящих видео Непосредственно в день их релиза, друзья Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты Чтобы могли общаться друг с другом На различные темы, по различным играм Искать себе компашку, чтобы поиграть в ту же, ну, хоть доту Я вас не осуждаю, я сам играю в разные игры А на этом давайте прощаться С вами был Кисель, всем до встречи И пока-пока